МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы со сроками оформления недвижимости, приостановления регистрации. Как решаются эти вопросы? В последнее время мы на постоянной основе принимаем меры для того, чтобы было более комфортнее и доступнее получать гражданам нашей республики услуги Росреестра. Это в первую очередь сокращение сроков государственной регистрации и постановки на кадастровый учет. Совсем недавно, еще полтора года назад, сроки регистрации, допустим, были, для кого-то они уже казались небольшими, 9-12 дней. Сегодня мы уже регистрируем в среднем за 4 рабочих дня, производим и регистрацию, и кадастровый учет. А если документы к нам поступают в электронной форме, то срок регистрации вообще у нас не больше двух дней. Причем благодаря проекту «Ипотека за 24 часа», у нас сегодня уже электронная ипотека регистрируется за 24 часа, то есть меньше, чем через сутки, люди на руках уже имеют документы, подтверждающие право собственности. Это большой шаг вперед. Подумать не могли. И мы стараемся, конечно, в том числе наряду с сокращениями сроков для людей уменьшать количество приостановлений, потому что понимаем, что для каждого очень важно сразу получить документы на руки. Ольга Михайловна, а правда ли, что скоро вам на помощь придет искусственный интеллект? Да, это правда. В последнее время Росреестр очень много разрабатывает различные сервисы, и вот одним из последних таких сервисов является цифровой помощник регистратора под названием «Ева». То есть это сервис с искусственным интеллектом. Он сразу будет помогать уже на приеме документов в МФЦ исправлять какие-то ошибки, просматривать какие-то несоответствия. Он поможет очень много снять каких-то рутинных операций с государственного регистратора. Это такие предобученные нейронные сети, которые позволяют скачивать необходимую информацию, и, соответственно, до регистратора приходят уже документы с минимальным количеством каких-то там ошибок. Ну, в любом случае, конечно, принимать решение будет человек, то есть за живым государственным регистратором будет принятие решения, но это в любом случае поможет ему в работе. Он быстрее будет проводить правовую экспертизу, и, соответственно, опять же, это сокращение сроков. Сегодня уже по России где-то, по-моему, в 11 регионах уже запущен этот внедрен сервис, и мы очень надеемся, что в 2024 году будет по всей Российской Федерации, в том числе у нас в республике, и это очень облегчит работу наших регистраторов. А могут ли люди самостоятельно оформлять недвижимость, и что для этого нужно? Конечно. Эта возможность у нас уже, в принципе, существует давно. Наряду с обыкновенным принятием документов, то есть с походом в офис МФЦ, у нас есть возможность подать документы в электронной форме через сайт Росреестра, через сайт Роскадастро, там личный кабинет нужно завести. Для этого просто необходимо выйти в интернет и оформить электронно-цифровую подпись. У нас, кстати, уже в последнее время очень много видов заявлений по учетно-регистрационным действиям выведено на единый портал государственных услуг. Уже можно даже заявление на государственную регистрацию и на кадастровый учет подавать через портал государственных услуг. То есть та подпись, которая там есть уже у людей, цифровая подпись, в принципе, этого уже достаточно, чтобы оформлять все какие-то сделки? Да, это ускорит процесс. Уже буквально через день человеку на электронную почту придет документ, подтверждающий право собственности. Это выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Ольга Михайловна, а где можно получить услуги Росреестра? Вот я уже сказала, услуги Росреестра можно получить через портал услуг, через сайт Росреестра и в офисах МФЦ. Подавать заявление там нужно. Если взять какую-то статистику, запустим, за последний год, то в этом году как? Чаще люди стали к вам обращаться? Нам бы очень хотелось, чтобы они обращались еще чаще. У нас в среднем сейчас, допустим, подача документов в электронной форме, это и от физических лиц, это и от представителей бизнеса общества, 57%. С 1 января этого года в обязательном порядке в электронной форме подают документы органы государственной власти, органы местного самоуправления. И нам бы очень хотелось, чтобы уже с 1 января 2024 года практически вообще 100% приходили документы к нам в электронной форме. Потому что это для людей удобнее, а нам нравится, когда они очень довольны оказанием государственных услуг. Ольга Михайловна, вот этот год юбилейный для Росреестра системе 15 лет. Расскажите, пожалуйста, как вы будете отмечать? На самом деле у нас этот год вообще богат на юбилейные даты. Это не только 15 лет, потому что 31 января 1998 года вступил в силу 122-й федеральный закон о государственной регистрации недвижимости, сделок с ним. Он как раз положил начало образования системы государственной регистрации права. И у нас, кстати, в целях этой реализации в Республике Хакасия 1 сентября 1999 года распахнул в свои двери регистрационный центр. Ровно 15 лет был создан Росреестр, потому что 25 декабря 2008 года указом президента была создана наша федеральная служба, которая образовалась на основе Роскартографии, Роснедвижимости и Росрегистрации. А еще и в этом году 10 лет с момента создания объединенной системы государственного кадастрового учета и государственной регистрации права, потому что раньше это было совершенно разрозненное такое направление. Если вы помните, сначала надо было на кадастровый учет подать документы, выжидать целый месяц, потом на регистрацию тоже сидишь, выжидаешь целый месяц, когда тебе зарегистрируют документы, сейчас это можно сделать сразу, единая процедура, и всего буквально три дня. А если просто отдельно постановка на кадастровый учет, то это всего один рабочий день. У нас целый год, конечно, проходят мероприятия, которые посвящены нашим юбилейным датам, но прежде всего это, конечно, 15-летие создания Росреестра. Мы отмечаем очень скромно, мы, наоборот, больше активнее работаем с населением, проводим с ними различные мероприятия. Вот совсем недавно мне очень понравилось, мы провели с детьми такое мероприятие, научили их, как найти геодезический пункт, как работать с геодезическим оборудованием. Мы им рассказываем, кто такой государственный регистратор и кто такой земельный инспектор. Детям очень понравилось. Мы и со студентами проводим подобную работу, и со всеми представителями заявителей. В общем, работаем очень активно, консультируем и рассказываем о самой главной философии в работе Росреестра – это скорость, качество и законность оказания государственных услуг. Если вы мне позволите, я в связи с нашими юбилейными датами хочу поздравить свой сплоченный дружный коллектив. Фон у нас небольшой, 114 по штату, но у нас уже больше 90 человек работает в коллективе больше 10 лет, 60 человек работает больше 15 лет, а 40 с лишним человек работает больше 20 лет. Поэтому я желаю им оставаться такими же преданными системе государственной регистрации и кадастрового учета, пожелать здоровья, благополучия, а нашим гражданам пожелать, чтобы они всегда имели возможность качественно и доступно получить государственные услуги Росреестра. Ольга Михайловна, я присоединяюсь к поздравлениям. Спасибо вам большое за это интервью и что пришли к нам в студию. Это была программа «Вопрос дня». В студии работала Ольга Барловская. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!